Почему Кадыров ходит на официальных мероприятиях, спортивной одежде, кроссовках, кепке и выглядит как быдлан колхозный? Почему выглядит как? А он в смысле не быдлан что ли колхозный? Он интеллигент? Тумсо, почему ты говоришь, что спортсмены должны геройствовать и выступать против власти? Ингуш Муахид. Я думаю, что Всевышний Аллах не дал победу ичкирийцам по причине их грехов и заблуждений. Несомненно, среди них были те, кто был искренен. Однако, искренности недостаточно. Нужно еще быть на пути Аглю Сунна. Ну, невозможно здесь поспорить. В целом, конечно, поражения имеют причину в самих нас, прежде всего. Но мы хорошо все помним историю осады при Абу-Бакре, первом праведном халифе мусульман и ближайшем сподвижнике и друге пророка. Мир ему славяне Аллах, когда будет доволен Аллах Абу-Бакром. И он когда отправил два войска, они осаждали то ли перцев, то ли византийцев, я сейчас не помню кого-то. И у них не получалось взять эту крепость. Очень долго уже длилась осада. И боевой дух уже ослабевал. Мусульмане испытывали трудности, голод. Ну, в общем, не так легко месяцами находиться на войне, тем более в тот период. И они написали письмо Абу-Бакру, в котором жаловались на свое положение. На что Абу-Бакр написал им в ответ свое знаменитое письмо, знаменитые слова. Он сказал, что причина ваших поражений в ваших грехах. Работаете, значит, над своими грехами, а я укреплю вас мечом Аллаха. И отправил к ним на подмогу Халида бен Валида. Поэтому это как бы важная история, которая говорит нам о том, что любые победы и поражения это от самих нас. И причина, конечно, в этом. Здесь я с тобой не могу, конечно, поспорить. Но это та беда, то бедствие, которое постигло не только нас, не только чеченский народ. Это постигло сегодня в целом всю нашу уму. К сожалению, мы все пребываем в таком положении. Да, мы должны это осознать. Мы должны поработать над собой. Мы должны... Именно поэтому мы должны не идеализировать наших погибших лидеров. А мы должны их любить, мы должны делать за них дуа, но мы должны из этого, из их ошибок делать свои выводы, извлекать уроки и не повторять эти ошибки. Вот почему мы о них говорим. Вот почему мы открыто признаем какие-то ошибки, допущенные в тот период. Не для того, чтобы как-то умилить их память, их достоинство, а только для того, чтобы мы это анализировали и в дальнейшем не допускали подобных ошибок. Не слышал ли ты высказывания Владимира Милова про Эрдогана? Он сравнивал его с Путиным, называя таким же Решалой в своем регионе, который пытается влезать и в Сирию, и в Карабах. Я не слышал высказывания Владимира Милова, но в целом я согласен с тем, что он, Эрдоган, не то что пытается, а он уже стал таким геополитическим лидером региона. И даже уже вне региона. Потому что, ну не знаю, можно ли я назвать Ливию регионом. Для кого-то может, для кого-то нет, это все-таки Африка северная. Но в целом мы можем считать это регионом, так как когда-то это все входило в одну империю. И все это является мусульманским миром. Поэтому Эрдоган и Турция при Эрдогане, она стала реально очень мощным геополитическим игроком на международной арене. С этим невозможно поспорить. Плохо ли это? Ну конечно нет, это нормально. Это стремление любого государства. Как и Америка сегодня является глобальным игроком во всем мире. Это же факт. Почему она является глобальным игроком? Потому что это мощное государство, которое набрало очень серьезно мускул за долгие там эти десятилетия. Также и Турция при Эрдогане набрала этой мощи мускул. И сейчас Турция является таким полноценным геополитическим игроком. И то, что Турция влияет на страны в регионе. То, что она участвует даже в каких-то, даже боевых действиях. И в каких-то политических процессах в регионе. Это объяснимо и это нормально. За это никто не может критиковать Турцию. По крайней мере, я пока не замечаю за Турцией какой-либо преступной деятельности. Мы видим, что они в интересах своего государства находятся в Сирии. Мы видим, что даже находясь в Сирии, они выступают на стороне добра. То есть против Асада, который является абсолютным злом. И с этим согласен весь цивилизованный мир. Даже те люди, которые недовольны, те страны, которые недовольны активизацией Турции. И даже они понимают, что Асад является злом. Я говорю о таких странах, как Америка, как о Европейском Союзе в целом. Поэтому мы не можем сказать, что они выступают на стороне зла. В отличие от России. Россия выступает, всегда выступает на стороне зла. Россия также, как и Турция, является очень серьезным международным игроком. Россия также выступает и в регионе, и вне региона. На чьей-либо стороне. Но всегда выступает на стороне зла. В отличие от нее, Турция выступает все-таки на стороне добра. То же самое мы можем сказать и о ее участии в ливийской теме. В Ливии Турция выступает на стороне легитимной власти, признанной международным сообществом. Никто не может сказать, что это неправильно. Неправильно. Это противоречит нормам международного права. Никто ведь не может сказать. И это в интересах Турции, и они это делают. Я в этом плане вижу очень такую грамотную политику сегодняшнего турецкого руководства. Я надеюсь, я очень надеюсь, что они не докатятся до диктатуры. Обычно таким побочным эффектом вот такой вот деятельности бывает диктатура. Я надеюсь, что Турции удастся этого избежать, и она не скатится к этой диктатуре, и Эрдоган не станет там диктатором. Пока то, что делает Турция, мне лично импонирует. Я вижу именно в них такую серьезную страну, лидера мусульманского мира сегодняшнего. Ни одна другая страна не заявляет даже подобных амбиций, чтобы стать лидером мусульманского мира. Ни одна. Ни Саудовская Аравия, которая могла бы претендовать на это, ни тем более какие-то другие страны поменьше, они не становятся. Саудовская Аравия, она хочет быть лидером чисто арабского мира, но никак не мусульманского, и не является она лидером мусульманского мира. А Турция, она прям заявляет об этом, имеет эти амбиции, и не скрывает этих амбиций, и имеет возможность, то же самое главное. Имеет возможности. Так, ровер, Generation Y, все нормально. Дон, брат, чухец, ахч. Generation Y, пронесло, а то я чуть ли не фио, и год рождения в этом майле указал, осталось лишь место прописки. Делать жди патрона только с ноября. Все, окей. Мария, чеченцы, все националисты, и это есть, не спорь. Это запрещено исламом, но все же задумайтесь. Сначала ты сделала утверждение ложное, что чеченцы, это есть, чеченцы все националисты, и это есть, ты сказала. Все, это значит, я тоже. Но я не националист. Те люди, которых я знаю, тоже не националисты. То есть, ложное утверждение, и после этого ложного утверждения идет далее такая насыха, задумайтесь. Я думаю, Мария, это вам нужно задуматься. Тумсо, почему ты говоришь, что спортсмены должны геройствовать и выступать против власти? Ты сам неоднократно говорил, что если бы не тот случай с тобой дома, то ты жил бы, как и жил, тише воды, ниже травы. Все верно, я не говорю, что спортсмены должны геройствовать. Никогда я не говорил подобного. И я никогда вообще не призывал даже как-то высказываться у людей, живущих дома. К этим людям вообще нет никаких претензий. Как ты сказал, я и сам жил дома, и был в их положении, и я их очень хорошо понимаю. Но мой призыв к спортсменам был только лишь к тем, которые не живут дома, которые никак нельзя назвать этих людей принужденными, как-то зависящими от родины. И когда эти люди, даже их я не призываю геройствовать, но когда они начинают как-то респектовать этой власти, как-то с ней дружить там и так далее, в этом случае я говорю, что нет, этого делать вы не можете. Вместо того, чтобы делать это, наоборот, выступайте хотя бы против этого. Но призыв на самом деле к ним заключается не в том, чтобы выступать против них. Можно просто не становиться частью этой системы, просто не иди с ними на контакт, просто не кричи, что Ахмад Сила, не фотографируйся с ними, не поздравляй их с их праздниками, не принимай от них поздравления, не отмечай их в своих публикациях, не популяризируй их. И все. И это, наверное, для кого-то уже это является геройством, да? Но на самом деле это просто элементарное отстранение. Здесь нет какой-то критики, здесь нет ничего того, за что они бы начали на тебя охоту, чтобы тебя там убить. В этом нет ничего, ты не сделал, понимаешь? Просто не становись частью этой системы, говорю я этим спортсменам. И это относится только к тем спортсменам, которые никак от них не зависят, не живут дома, живут за пределами. Их карьера от них не зависит, никак с ними не связана. Они стали популярны за счет своей реальной, своей физической подготовки, своего таланта. Им они не нужны. Вот просто к таким людям мы им говорим, просто не становитесь частью. Если вы не готовы к тому, чтобы выступить против них, хотя бы не выступайте за них, не становитесь частью этой лживой пропаганды. А так, те, кто живут дома, они тоже, конечно, должны стараться не стать частью этой пропаганды. Как и я тоже жил дома и не был частью этой пропаганды, понимаете? Я находил же возможность не становиться ею. Если у них есть возможность не становиться, они должны ее использовать. Но, однако, этим людям мы найдем оправдание. Если они даже стали частью этой пропаганды, вынуждены, мы найдем им оправдание. Так как они реально находятся в принуждении, они находятся в их власти. Но этого оправдания мы не можем найти людям, которые там не находятся. И которые никак не связаны с тем, чтобы там... Ну, то есть, самое страшное, что их может постичь, это они просто потеряют возможность ездить на родину. Вот таких людей мы не можем оправдать. И поэтому им мы говорим, хотя бы не становитесь частью их пропаганды. Я не нацистка, но почему чеченские парни, прекрасно понимая, что мужчин у чеченцев меньше, чем женщин, женятся на представителей из других наций, а если чеченка поступает так, то ее осуждают? Если... Я не знаю, в чем твоя проблема. Если хочешь, ты можешь здесь сделать клич среди чеченцев, чтобы они женились на чеченках. Я думаю, в целом у нас нет этой проблемы, чтобы мы об этом сейчас вот на таком уровне говорили. У нас в основном чеченцы женятся на чеченках, а чеченки выходят замуж за чеченцев. У нас очень редкие случаи, когда чеченцы берут замуж не чеченок. И тем более, еще реже бывает, когда чеченка выходит замуж за не чеченцев. Это прям исключение из правил. Говорить об этом сейчас, как будто бы это какая-то повальная практика, и у нас реально не осталось чеченских парней, за которых могли бы выйти замуж чеченки. Но это же бред, это неправда. Зачем как-то создавать из этого проблему? Давайте просто скажем, призовем, я не знаю, женитесь на чеченках, у нас там с этим проблема. Может быть где-то в какой-то европейской стране присутствует какая-то проблема. Давайте там это скажем, что есть вот такая проблема, уважаемые братья чеченцы, женитесь, пожалуйста, на чеченках, вот в этом конкретном месте имеется какая-то проблема. Хотя я не знаю, чтобы даже в Европе имелась подобная проблема. Я не знаю, почему вот эти вопросы возникают. У вас, возможно, где-то вот в конкретно вашем случае вы где-то с чем-то столкнулись, но это неповально. В целом у нас именно в этом вопросе у нас нет никаких проблем. Потому что отношения у нас в народе, мы ведь знаем, как у нас к этому относятся, особенно когда заходит речь о том, чтобы чеченка там где-то вышла замуж за нечеченца. Мы же знаем, какая волна негодования бывает в нашем народе. Поэтому с этим у нас нет никаких проблем. Но что, как думаешь, брат, если народ в медицинских масках 1040-50 выйдут на мирный митинг против власти КРА, и это освещать в Ютубе, каналах и Инсте, его стульчик пошатнулся бы? Выйдут где? В России или за рубежом-то именно в виду? Я думаю, что где бы подобное не произошло, в любом случае это, конечно же, очень серьезно сказалось бы на Кадырове. А если бы это произошло за пределами России, то это в меньшей степени сказалось бы на Кадырове, но ему бы это очень не понравилось. Если же подобное произошло бы в России, то это был бы очень серьезный резонанс. И российским властям пришлось бы, конечно, на это как-то реагировать. Но не факт, что Кадырова убрали бы, людей бы не посадили бы там и не перестреляли. Не факт. Но на Кадырове это, конечно же, отразилось. Саламу алейкум. Как ты относишься к министрам или чиновникам Чечни, являющимся по национальности не чеченцами? Допустим, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов Лизгин по нации. Алейкум ассалам. Ко всем членам кадыровского правительства я отношусь одинаково негативно. Независимость от их национального признака. Но те люди, которые не являются чеченцами, к ним у меня есть некое снисхождение. Так как они не являются для меня предателями. Но они служат как бы для своей страны. А те чеченцы, к ним у меня прям презрение. Потому что это именно предатели. Это я сейчас говорю именно про приближенных к Кадырову людей. Это не относится к обычным работающим в различных сферах людям. Конечно, нет. К ним абсолютно нормальные отношения. То есть от того, что он работает в каком-нибудь министерстве. Нет. От этого нет к нему негатива. Но вот именно к кадыровским приближенным, к силовикам. Если они чеченцы, к ним презрение больше, чем к нечеченцам. Почему Кадыров ходит на официальных мероприятиях, спортивной одежде, кроссовках, кепке? Рекламируется в инстагибах Моргенштерна. Это все соответствует главе республики. Выглядит как быдлан колхозный. Почему выглядит как? А он в смысле не быдлан что ли колхозный? Он интеллигент? Он выглядит таким, какой он есть. Он именно такой и есть. Это такой человек. Он реально кол. Он быдлан колхозный, как ты его назвал. И не нужно искать в нем какого-то интеллигента. Ассаламу алейкум, брат. Недавно видел видео, показывали ролик кадыровцев. Жалко видеть братьев. Красивые, сильные, в сунне борода, машаллах, но служат на пути тагута. Ва алейкум ассаламу араматуллах. Внешний вид это не то, почему мы должны оценивать людей. Если бы люди оценивались по внешнему виду, то тогда они все были бы, наверное, многие из них были бы очень хорошими людьми. Это не наш критерий оценки. Ну да, они пытаются выглядеть брутально, они пытаются внешне походить на мусульман, чтобы у многих вот такие вот впечатления, знаете, были, посмотрели, такие, как же так, вот они вроде бы все выглядят такие, как типичные мусульмане, значит, наверняка у них и действия правильные. Но мы должны в первую очередь смотреть на действия, на хукм, постановление того, что эти люди делают. А их внешний вид, он не должен нас обманывать. Да, в целом они могут выглядеть очень красиво в соответствии с сунной, но при этом их действия полностью противоречат не то, что там сунне, вообще в корне, основам нашей религии. Субтитры создавал DimaTorzok